приветствую всех кто сейчас на канале жизнь женщин сегодня мне хочется с вами поделиться двумя историями история номер один муж назвал меня убогой замокрышкой когда я захотела купить новое пальто сказал что она мне уже не нужно всю ночь проплакала от обиды я ведь тащила на себе всех тот год что он не мог найти работу до отказывала себе во всем до смотрю в зеркало и понимаю что превратилась замокрышку но неужели только я в этом виновата ведь все дело ради семьи а она вы хоть никто и не ценит смешно вовсе нет таких историях масса и каждая начинается просто я отказалась от всего ради близких у меня был похожий период году в 2009 случилась большая финансовая попа народ начала стремительно нищать покупательская способность снизилась и маленький семейный бизнес который сытно кормил пришлось закрывать рассчитывая и надеюсь выйти хотя бы в ноль они в минус результате к осени единственным доходом стал мой не слишком большой официальный заработок в редакции расходы пришлось ужать до минимума жить стало скучно и грустно а я но как и любая женщина поставила себе целью семейство вытаскивать из ямы потому как дети потому как мама подозреваюсь похоже ситуация хотя бы раз в жизни сталкивалась каждая женщина и каждая женщина начинала действовать по отработанному миллионами товарок до нее сценарию найти подработки урезать собственное финансирование даже жизненно важных вопросах до минимума каждую копейку и каждое зернышко нести в клювике домой любимым детям вот и я оказалась настоящей русской бабой уезжала из дома в понедельник рано утром возвращалась пятницу вечером потому как жили за городом и проезд туда обратно позволить себе не могла чаще всего в понедельник утром в кошельке лежало 100 рублей после официального завершения рабочего дня отправлялась мыть полы и тарелки ночевала на диванчике в нашей редакции изображая появление на работе раньше всех питание трехразовое пирожок во вторник среду и четверг большего себе позвольте я не могла вспоминать смешно и грустно одновременно глядя на улыбающуюся физиономию на макияжную старательно на шмотки оставшиеся стучных времен мало кто может увидеть за спиной страшный признак нищеты хватило запала до середины зимы в январе начало сдуваться силы терять да и желание вообще что-либо делать в зеркале наблюдалось стремительное превращение в самую что ни на есть натуральную замокрышку если поначалу это расстраивало то с каждым днем становилось все глубже и глубже на себя наплевать основная цель накормить детей и хоть как-то их одевать поддерживалась а сама ну сама вроде как уже отжила свое как не как 30 лет да все так и живут и вот тут я поняла на меня смотрят как на пустое место все коллеги которые типа не только коллеги но и подчиненные потихоньку а то и в открытую саботируют работу заказчики и рекламодатели начинают потихоньку хамить дома работа моя на износ воспринимается как само собой разумеющиеся недомогание возмущают редкие попытки хотя бы привести себя в порядок у собственной мамы вызывают усмешку мол куда уж тебе брыкаться апофеозом всему стало ее предложение поужинать оставшимися в детских тарелках макаронами она и для собачки соседская ставила но раз уж я приехала домой больше все равно ничего нет а готовить поздно знаете у меня случилась истерика перебила драгоценный мамин хрусталь который она так таскала за собой всю жизнь орала что я тоже человек и требовала чтобы ко мне относились как человеку мама потом оправдывалась мол помутнение какое-то нашло я только потом заметила такие помутнения постоянно случаются у тех чьи близкие сами ставят на себе крест как только мы начинаем добровольно отказываться от каких-либо ресурсов чужую пользу окружающие непроизвольно пытаются лишить и остатков неосознанно и не со зла просто на уровне подсознания ведь человек по сути животное закон джунглей суров выживает сильнейший а не тот кто поставил на себе крест слабого добивают даже если он близкий и родной человек потому будьте эгоистами любите себя и заботьтесь о себе иначе беда вам в первую очередь ваших жертв никто не оценит наоборот примут как должно и потом будут удивляться как неужели тебе что-то еще надо и жизнь в 40 лет действительно только начинается это вторая история наталья ушла неожиданно просто в один будний день проводила мужа и сына на работу дочь в колеч свекрой в поликлинику делать капельницу процесс небыстрый собрала все свои вещи и перебралась квартиру которая и недавно досталась от бабушки бабушка это была мама ее отца тетка властная нрава крутого ни с кем ужиться не могла с наталья вот ладила то заботилась о бабушке до последнего дня однако когда после смерти выяснилось что бабушка оставила квартиру именно ей остальные внуки сильно обиделись на наталью крутым нравом обладал и отец наталья потому она и замуж выскочила в 17 лет едва окончив школу чтобы от его тирании избавиться с люшей у них любовь случилась с первого взгляда встретились на вечеринке да так больше не расставались он был на пять лет постарше и казался ей таким взрослым таким надежным а на квартиру бабушки имели планы не только остальные внуки но и дети натальи дочери 18 сыну 20 оба взрослые каждый мечтал что квартира достанется именно ему даже поругались между собой кому нужнее кто более достоин оба по очереди провели с матерью беседу на тему того кому должна достаться квартира оба получили категорический отказ и пришли к выводу что мать наверное собралась ее сдавать это конечно не то чего они хотели но тоже неплохо значит у матери будут деньги которым можно найти применение сын например давно хотел машину и решил что если купить ее в кредит то ежемесячный платеж можно будет отдавать и средств полученных о сдаче жилья а мама ни с того ни сего взяла и все планы детям спутала и не только детям свекровь с мужем тоже были в шоке от ее выходки 1 в тот день пришла домой бабушка потом пришла дочь сын и муж все нашли чем перекусить и ждали наталью вот сейчас она придет как всегда приготовит ужин и всех накормит но наталья домой не спешила свекровь уже начала ворчать ей таблетки пора пить их только после еды принимать а есть то я нечего алексей набрал жене ну и где мы ходим ты видела сколько времени я дома в смысле дома ты в прятки что ли решила поиграть с раздражением спросил муж я у себя дома в квартире которую мне оставила бабушка слушай хорош уже это уже не смешно кричал трубку алексей а я не шучу я ушла от вас от всех вас так что учитесь жить без меня старая сохраняя спокойствие ответила наталья отключила телефон за ужином поедая пельмени вся семья не просто удивлялась поступком наталья они пришли к выводу что то сошла с ума ее надо лечить такого единодушия в этой семье еще не случалось никогда на следующий день около работы наталью ждали дети и муж она нисколько не удивилась увидев их улыбнулась и поприветствовала как ни в чем не бывало зашли в кафе и на улице же им обсуждать неадекватность наталья ни дети ни муж не скрывали своего возмущения ее поведениями все никак не могли понять почему она так поступила ведь жили так хорошо и сменяя друг друга а то и разом вместе муж и дети убеждали наталью что у нее большие проблемы с головой раз она выкинула вот такой фортель она слушала их молча долго слушала вопросы сыпались один за другим но все сводилось к одному утверждению что жили то они хорошо а тут мама бац и с ума сошла это вы жили хорошо вдруг нарушила молчание наталья как жила я вас никогда не волновало я вот ради того чтобы выросли в полной семье терпела все выходки свекрови и зануду и неумеху мужа и только когда вы выросли такими я поняла как я ошибалась а свекровь сколько бы я не старалась ей угодить это невозможно она небось уже забыла когда последний раз сама себе еду готовила но при этом всякий раз находила мою стряпню совершенно несъедобной и постоянно выговаривала мне это вы хоть раз за меня заступились обращалась наталья к детям они только стыдливо заерзали на стульях но в ответ ничего не сказали зато лёша попытался упрекнуть ее в неблагодарности мол она должна радоваться что мама пустила их жить к себе наталья даже не посмотрела в сторону мужа и продолжила выговаривать детям а помните как три дня назад у нас забилась канализация что сделал ваш отец отругал всех за то что мы ее засорили спокойно поужинал и улегся перед телевизором как он думал пользоваться унитазом как вы все собирались им пользоваться в доме два взрослых а пробивать засор пришлось мне при этом ваш отец когда захотел в туалет знаете что у меня спросил ну как получается лёша пробормотал нашла до чего докопаться но наталья его как не слышала она продолжала вот теперь пришла моя очередь пожить хорошо к сожалению вместе с вами это невозможно поэтому я буду жить одна больше нам не ездить у вас не получится приедете в гости буду рада но не более того крыша над головой у вас есть руки ноги целые без меня справитесь и обращаясь к мужу добавила а с тобой я развожусь со дня на день тебе придет повестка в суд придешь не придешь нас все равно разведут не сразу так через три месяца вопрос уже решен наталья закончила и какое-то время все сидели молчали первым нашел что сказать сын я так понимаю что мне пора жениться я вот тоже подумала что пора замуж выходить горячо поддержала сестра брата вы реально думаете что в вашем случае это выход искренне удивляясь непробиваемости детей спросила наталья но ответил ей муж знаешь на тебе свет клином не сошелся я тоже не собираюсь сидеть и ждать когда у тебя бзик пройдет наталья окинула взглядом детей и мужа говорить больше было не о чем попрощала с детьми и покинула кафе наталья чувствовала необычайную легкость она свободна жизнь в 40 лет действительно только начинается и прежних ошибок она больше не допустит ставьте лайки делайте репосты и оставляйте ваши отзывы а я на сегодня с вами прощаюсь до новых выпусков пока пока м м Продолжение следует...